Всем привет, дорогие друзья! С вами Сергей и добро пожаловать на канал PlanHelper. Как раз поправим листочек у фикуса. Если, кстати, у вас ломаются листики, то без проблем можете их поправить. В этом видео мы рассмотрим разновидности фикусов и начнем мы с такого фикуса, который нынче очень популярен. Это фикус лирата, он же фикус лировидный. Листья у него очень большие. Конечно же, это растение очень декоративное. Сейчас подберемся к вазону, который стоит ближе всего. Конечно, он огромнейший. И особенность у него в чем? Конечно, он красивый. Конечно, он такой сильнорослый и высокий. Но он очень-очень-очень сильно требовательен к освещению. Если он не будет получать освещение, ну в данном случае он растет здесь вообще под огромным потолком, где еще и природный свет комбинированный с подсветкой, ну он еще там кое-как весной, но растет. В зимний период, в весенний он совершенно не растет. Точка роста у него неактивная. И эта неактивность связана с конструкцией данного растения, скажем так. Так как листы у него очень широкие. Они собраны, скажем, под таким углом к стволу, что они затеняют саму верхушку. То есть, сами по себе конструктивно. И будучи на подоконниках или в обычных живых помещениях, конечно, эти фикусы просто существенно недополучают освещение. Просто критически. И для того, чтобы он рос, необходимо, чтобы над этим растением у вас именно находился источник освещения. Будет хорошо, если это будут крыши, на которых там скошенные потолки, и там освещение или хотя бы какая-то локальная подсветка над ним. В таком случае фикус у вас не будет сбрасывать листья. И при досветке природной он будет уже активно расти. Молодые, конечно, растения фикус алирата не слишком декоративные. Ну и смахивают они скорее на початки капусты, чем на какие-то декоративные растения. Декоративность его начинается там от 50 сантиметров. Ну и растет он такими волнами, то есть периодами. Хорошо освещается, растет. Как только недоосвещается, все, он замирает. Следующий фикус, к которому мы переходим, вот они стоят на заднем фоне, сейчас к ним подойдем, это фикусы на штамбе. Как правило, самые декоративные это фикусы макваме, они же маквейм еще могут называться, есть ритулза, но они отличаются тем, что стволы у них, ну такие с коричневатым оттенком, они не светло-коричневые, они более темно-коричневые. И на стволах у них растут очень-очень часто такие воздушные корни. И эти воздушные корни, они очень хорошо придают декоративность данному растению. Конечно, это когда-то был такой маточник, с которого срезали-срезали, и потом превратили его в фикус на штамбе. Фикус Мелани. Фикус Мелани я вам показывал в своем обзоре, он у меня растет. В ролике «Определение дефицита питания по внешнему виду растения» мы разбирали на его примере в начале ролика дефицит азота. Фикус Мелани отличается от таких фикусов, как робуста, от таких фикусов, как обычно фикусы каучуконосные, он менее сильнорослый. У него листья не такие крупные, но сейчас поставим рядом с растением, с фикусом робустой, и увидим как раз эту разницу. То есть он меньше, он не такой сильнорослый, и он ветвится более охотно сам по себе. То есть его не нужно обрезать, он спокойно себе образовывает боковые побеги. Но растет он в принципе медленнее, чем его более сильнорослые собратья. Фикусы, бывает, они продаются как фикус джут, бывают как джут стем, бывают как фикус Наташа. Но в принципе это все фикусы одного и того же типа, то есть это фикусы с такими мелкими листочками. Они меньше, чем у стандартных, как бы традиционных фикусов Бенджамина, существенно меньше, чем у фикуса Макламе или Маклейм. И об внимании имейте в виду, что такие фикусы мелколистные, они более требовательны к освещению. Особенно если это пестролистные сорта, зимой они очень сильно будут сбрасывать листья. Фикусы робуста. Робуста, ну это разновидность как бы фикуса каучуконосного. Робуста по сути это обычный, привычный нам фикус, у него немножко стволики тоньше. Вот и на черенках это заметно, так же это заметно и на взрослых растениях. Они все-таки не такие сильно рослые, как обычные фикусы каучуконосные. Часто их сажают и в три, три штуки в один вазон, так как одиночно, маленькие растения не так смотрятся хорошо. Но со временем, конечно, его нужно разделять по одному. Фикусы Даниэль. Фикусы Даниэль это в данном случае пестролистная форма фикуса Бенджамина. Они также склонны к опаданию листвы в зимний период, если им недостаточно освещения. Им необходима досветка, ну досветка совершенно незначительная, которая не требуется. Фикусу Маквейм или Макламе. Вы можете встретить и такое название, и такое, это чисто зеленый фикус. Он более сильно рослый, чем наши фикусы Бенджамина традиционно. Как бы выращиваем мы уже давно. Из фикусов Макламе или Маквейм часто делают бонсаи, их прививают на каудексы. И ввиду того, что стволы у них более крепкие, они вообще растут более интенсивно. Кроме того, образуют такие воздушные корни, которые мы видели на фикусах штамповых. Они очень-очень декоративны благодаря этому. И к освещению они менее требовательны. Очень часто они растут зимой и очень часто они плодоносят. То есть они образовывают вот эти сиконии, так называемые, это такие инжироподобные плоды, которые в домашних условиях очень-очень часто на них образовываются. То есть это вариант нормы. Фикус Бенджамина очень часто продается, я вижу, по уценке. То есть, например, такое огромнейшее дерево, оно может стоить там менее 100 долларов. И цена как бы очень привлекательна. Но если вы такое, например, дерево у себя в торговом центре найдете, или у вас будет предложение, то, пожалуйста, можете его потрусить. Если из него облетают листья, то растение уже приняло решение, что листья сбрасывать необходимо. И этот процесс, ну, как бы без досвечивания, очень такого мощного, сверху донизу, так как растение высокое, не остановить. Но если у вас хорошие окна, высокие, с повода потолка, какие-то там французские балконы, то, пожалуйста, этот вариант для вас. Очень дешево продаются. Но, опять же, ввиду пестролистности, они склонны к опаданию. Вторая их особенность в том, что если вы хотите размножить такой фикус, он будет укореняться дольше. Это уже проверена практика, и пестролистные сорта бенджаминов идут тяжело в укоренении, у них меньше пигмента, и им укореняться тяжелее. Подбираемся к одному из самых популярных таких фикусов, это фикус обиджан, который имеет две особенности относительно фикуса. Эластика, как бы традиционного, большого, сильнороссого. Во-первых, у него листья темно-темно-зеленые, вот как у черешни. Есть отличительные особенности, такой темный цвет, и он гораздо темнее по сравнению с обычным светло-зеленым цветом, который есть у фикуса бенджамина, у обычных фикусов кавычеконосных. Вторая особенность его в том, что листья эти немного меньше, то есть он все же не такой сильнороссый фикус обиджан, и очень-очень часто уже в таком, ну относительно юном возрасте, то есть может быть там 3-4 года, он уже активно образовывает воздушные корни, которые ищут в себе питание, служат такими подпорками, ну и декоративности ему добавляют. Обычные фикусы бенджамина, которые часто сплетаются в решетку, в различные спирали, и об этом я рассказывал в своем видео «Способы плетения фикуса», на примере фикуса бенджамина, и там это все, эти варианты показаны. Они также и на штамбе, и вот в данном случае на штамбе фикус именно бенджамина, то есть у него на концах листиков есть такой клевик, и этого клювика нет, например, у фикуса маквейм или маквоме, у фикуса вробуста, у фикуса вретуза, при этом растут они, ну не так быстро по сравнению с двумя последними. Фикус колчаконосный, вот на этом примере мы как раз можем увидеть, что листья у него более светлые, они крупнее, то есть они и шире, они и больше, и расстояние между самими листьями, то есть вот эти вот междоузлия, они также выше. Вот стоит фикус обиджан, он такой темно-темно-зеленый, но это такой более светлый. Требования у всех этих фикусов к освещению, они по сути одинаковые, чтобы на точку роста попадало прямое солнечное освещение хотя бы несколько часов в день, и тогда ваш фикус будет и хорошо расти, и хорошо укореняться. Подробно об этом я рассказывал в своем видео, правила укоренения фикуса, 100% результат, и также в своем недавнем ролике, это пересадка фикусов, как укоренить фикус, как пересадить, вставлю вам ссылки в описании. Там весь процесс укоренения от момента среза и до посадки этих черенков. Видно, насколько они приросли, какие корни и какие условия я им создавал. Существует, конечно, еще множество фикусов разнообразных и курчавых, и с такими гофрированными рифлеными листьями. Далее мы их также рассмотрим. А пока я буду совершать дальше свои покупки, вот проходя по торговому центру, где сейчас тут и погрузки, и разгрузки. Я направляюсь в отдел с оцененными растениями. Вот, кстати, циолит, о котором вы меня спрашивали. Циолит бывает там нескольких видов, в данном случае он такой твердый, то есть это тот циолит, который не размокает в воде, в отличие от того наполнителя, который продается в кошачьих туалетах или в зоомагазине вы можете купить. Поэтому я беру его здесь, в судовых центрах. Вторую часть видео я добавлю в следующий ролик. И следующий ролик у нас будет касаться обзора уцененных растений и правилам выбора, чтобы не занести с уцененным растением никакого заболевания, никаких вредителей для своих растений, уже домашних. Какие препараты необходимо покупать, как необходимо ими пользоваться в первое время после приобретения растения и как, собственно, эти самые растения выбирать, чтобы выбрать условно неликвид, который восстановить дома очень-очень тяжело. Итак, друзья, спасибо вам за просмотр. До встречи с вами в следующем ролике. Всем пока-пока.